Сегодняшняя тема Стуки в стену с самого утра, дрель, которая сопровождает завтрак, или топанье глубокой ночью могут причинять настоящий психологический дискомфорт. Первое, что хочется сделать в ситуации, которая длится уже не один год, разобраться с нарушителем спокойствия так, чтобы у соседа не возникло желание брать в руки что-то жужжащее еще долго, однако противозаконные методы совершенно точно не вариант в данном вопросе. Как же утихомирить буйного соседа на законных основаниях? Давайте выясним, лицом к лицу, допустим, ваш сосед – большой любитель вечеринок с толпами людей. Запретить человеку веселиться мы не можем, да и зачем? Если шумная компания нарушает покой всех вокруг в определенные часы, с этим, к сожалению, придется смириться, но только до 11 вечера. Далее вы можете спокойно постучать в дверь или лучше все же позвонить, предупредив, что вам бы хотелось отойти к сну в спокойной обстановке. Если же не сработает, смело звоним в полицию. Собираем недовольных. Если вы живете в многоэтажном доме, привести шумного соседа в чувство будет проще, но только в том случае, если к решению проблемы подключатся другие соседи. Когда на твоем пороге стоит не один, а пять-десять человек, информация доходит как-то быстрее. Что важно, коллективная жалоба на соседа, регулярно нарушающего спокойствие самым неприятным способом, может даже привести к тому, что шибутного соседа попросят освободить квартиру. Чуть проще, если шубные соседи снимают квартиру, устранить источник шума можно просто позвонив хозяину квартиры. Обращаемся в полицию. Часто нам мешают обратиться в полицию многие факторы, хотя бояться здесь совершенно нечего, вы отстаиваете свои права. Если у вас не получается найти контакт с дерзким соседом, сообщите, что вы намерены сообщить в полицию, после чего можно смело набирать всем известный номер. Большинство людей не намерено решать вопросы с органами, поэтому угроза появления на пороге людей в форме должна отрезвить не в меру разбушевавшегося соседа. Но если предупреждение не работает, смело вызывайте наряд. Идем в прокуратуру. Может случиться так, что свободных нарядов не будет, из-за чего полиция может отказать и не приехать. Если такое повторяется несколько раз, уточняем номер обращения и смело обращаемся в прокуратуру. После этого будет проведена проверка, после которой вам пришлют отчет в письменной форме. Как правило, подобные действия помогают решить проблему отсутствия свободных нарядов очень быстро. Ставь лайк и подписывайся.